Описание представленных томограмм пациентки 1935 года рождения от 12 августа 2019 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием деконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Справа, в третьем сегменте, группа единичных гематогенных очагов диаметром до 3-4 мм. В четвертом сегменте аналогичные очаги общим размером до 22 на 10 мм, единичный очаг из которых кальцифицирован. Слева во втором сегменте выявлен шаровидный очаг размером 9 на 9 мм, достаточно ровным четким контуром с плотностью на отдельных участках до плюс 166, плюс 248 по Хаунсвилду. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новое образование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Левосторонний сколиоз до 22 градусов с вершиной в ТН9. Грудной кифоз усилен до 56 градусов с вершиной в ТН6. Сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий справа 25 мм, слева 26 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Субдиафрагмально в печени выявлено два неоднородных образования, размерами 20 на 14 и 10 на 9 мм. Плотностью минус 30 плюс 74 по Халсфилду. Заключение. КТ-картина очагов обеих легких, более вероятный исход ранее перенесенного туберкулеза, легочная гипертензия, очаговое изменение печени, гемангиомы, кифоскалиотическая деформация грудной клетки третьей степени. Рекомендовано КТ брюшной полости с контрастированием. Врач-ремгинолог, кандидат медицинских наук Котов-МА, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики СУЗГМУ имени Мечникова. Комментарии врача-ремгинолога. Добрый день! Мне кажется, что очаги в легких – это исход ранее перенесенного туберкулеза, так как в этих очагах есть характерное отложение кальция. Будет иметь смысл сделать КТ через 6 месяцев для контроля за очагами. В печени выявлено 2 очага, на КТ без контраста не совсем ясно, что именно это за очаги. Тут необходимо исследование с контрастом, мне кажется, что это скорее гемангиома, тоже не опасная вещь, но лучше сделать КТ с контрастом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова